Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Если муж, абьюзер, говорит неприятные вещи, недопустимые в каждом конфликте по нарастающей, точка. Последнее, как удар под дых, как себя вести. Снаружи семья счастливая, трое детей, жена дома не работает, дети болеют часто, 15 лет вместе, чувствуют себя не то обиженной, не то мертвых внутри, выжжены, все. Наталья, в первую очередь хочется сказать, что вы находитесь в нездоровых, судя по всему, невротических отношениях с мужем, где мышь выполняет пароль преследователя, вы соответственно жертвой, и поскольку вы же, вы являетесь жертвой, то речь идет, вероятно, о том, что вас занили на санатинг. Соответственно, соответственно, неприятные, недопустимые вещи вас очень сильно задевают. Здесь, мне кажется, есть очень важный вопрос дефиниции, то есть одно дело, если человек говорит что-то, что неприемлемо вам из вашей ценностной системы, и другое дело, если человек говорит что-то, что вас именно что-то ранит из-за дела. С этим нужно разобраться, это нужно отграничить одно от другого, и, соответственно, болезненные моменты проработят. Следующий важный момент – это личная ответственность, то, что вы в судьбе находитесь в полной зависимости от своего мужа, соответственно, вы говорите, что вы не работаете и так далее. Вам необходимо брать ответственность на себя, необходимо брать власть над своей жизнью в свои руки. Сейчас этого нет. Вот. Ну и, соответственно, сделать это можно благодаря тому, что вы начнете прислушиваться к себе, и, соответственно, вот история о том, что вы мертвы или выжжены, она будет потихонечку исправляться. Что касается обид, то здесь ситуация такова, что вы, скорее всего, ждете от мужа, ожидаете от мужа того, что он будет, например, вести себя как-то по-другому, а этого не происходит. И тут нужно задать себе вопрос, да, вообще насколько реально, что он будет так себя вести, что он будет вести себя по-другому. Следующее, это ваше поведение в конфликте, безусловно, в конфликте участвуют оба человека, соответственно, участвует в конфликте и вы, и так же, как и ваш муж, вы вносите в конфликт определенный вклад. Если мужа изменить вы не можете, то вы можете изменить себя, вы можете изменить свой вклад в конфликт, например, перестать его вносить в конфликт, в конфликт, перестать вносить вклад в конфликт, соответственно. И конфликты, скорее всего, прекратятся. Вот. Это, конечно, не точно, потому что человек может целенаправленно идти на конфликт, но возможности это сделать для него будет гораздо-гораздо меньше. Вот. Это, на мой взгляд, очень важно. Это очень важно. И, соответственно, это основные направления работы, которые вам нужно начать в рамках психотерапии, вот, со специалистом, которого вы умеете выбрать на сайте. Вот. И отвечая на ваш вопрос, как себя вести, и как себя вести, чтобы что. Понимаете, здесь дело в том, что вы уже себя как-то ведете. Вряд ли вы будете вести себя по-другому, поэтому не совсем понятен ваш вопрос. То есть вы прислушаетесь к тому, как себя типа нужно вести, к людям, которых вы совершенно не знаете. То есть вот сколько людей, столько их, как бы, да, позиций. Вот. Кто-то из коллег говорит, что вот, зачем вы находитесь в таких отношениях уходить. Я, например, считаю, что сейчас на данный момент уходить за вас за вас будет перстравматично. Хотя и вопрос, зачем оставаться с человеком, который так себя ведет, остается открытым. Если для детей это самообман, там еще дети столько страдают от такого контакта между вами и вашим мужем. Скорее всего это какой-то страх, одиночество, остаться одной или неуверенность в себе, с которыми точек-точек, кстати говоря, можно и нужно работать. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сейчас сказать с точки зрения психологии, с точки зрения своего подхода, с точки зрения своих ценностей. Понимаете? Вот. То есть вам нужно решить для себя, хотите ли вы меняться, хотите ли вы менять свою жизнь или нет. То есть вопрос, как себя вести, он мало что по большому счету решает, к сожалению. Поэтому нужно это ответить. Вот. И дальше уже, соответственно, смотреть, дальше уже в ходе работы уже, я думаю, вы будете открывать какие-то вещи для себя, открывать какие-то моменты для себя и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Ответ это позволит вам начать работу над собой и желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она необходима.